МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в 90-х стала единственным российским поставщиком фототехнических материалов. Сейчас в ее корпусах создан технополис Химград. В 90-м году в этот день начался 28-й съезд КПСС, где был избран новый состав ЦК. В него вошел первый секретарь татарского обкома КПСС Ментимир Шамеев. Раньше в него входили только руководители союзных республик. Это событие прошлого, а сейчас о главном на сегодня. Поправки поддержало большинство. Безусловно, они направлены в первую очередь на социальную защиту граждан Российской Федерации. В разных спектрах. О предварительных итогах голосования по внесению изменений в Конституцию. Зарина Ахметова. Сельские таланты и небывалые гранты. Я выиграла 6 миллионов на развитие животноводства. В Татарстане стартовал День поля, а в особенностях его первого дня Рамиль Шайдулин. Они снабжают не только клубникой, но и работой. Привлекаем людей с района. Работают. Каждый день у нас по 8 человек приходят. Кто в Татарстане производит ягодное лето, увидела Алия Харуддинова. Чтобы чувствовали, что помощь рядом. Спасибо вам, что принесли гостинца. Дорогие гости. Спасибо большое. Хотели узнать, мы знали вам нашу помощь. Чем волонтеры помогают пенсионерам в Рыбно-Слободском районе, увидел Сергей Хайдаров. Начинаем выпуск с поздравления президента страны, жителей Татарстана, и с присвоением Казани долгожданного и почетного звания «Город трудовой доблести». Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа» озвучил список из 20 городов, которые в год 75-летия «Победы» получили новый статус. Напомним, его присваивают городам, жители которых ковали «Победу» в тылу. Заявки подали 28 городов. В голосовании приняли участие миллионы россиян. Светлана Спирина продолжит. Казань – это соединение науки и промышленности. И ярким выражением стало производство П-8, самолета которого аналогов не было. Так эксперты сегодня презентуют заявку Казани на звание города трудовой доблести на оргкомитете «Победы». Массовое производство легендарных штурмовиков П-2, снабжение армии порохом, боеприпасами, оружием, продовольствием, медикаментами и обмазированием. У станков по 12 часов, а то и больше. Все для фронта, все для победы. Благодаря такому вкладу Казань бесспорно получает почетное звание. Ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания «Город трудовой доблести» сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидные и убедительные. Бесперебойное производство военной, гражданской продукции предприятий этих городов были неоднократно удостоены орденов или красных знамен Государственного комитета обороны. Многочисленные факты личного мужества. С инициативой о присвоении российским городам почетного звания «Город трудовой доблести» Владимир Путин выступил в конце 2019 года. За Казань свой голос отдали 2 миллиона 400 тысяч человек со всей России. Народная поддержка вкупе с мнением экспертов и документальным подтверждением трудового подвига принесли победу Казани. Я благодарю всех, кто поддержал Казань. А это более 2 миллионов 400 тысяч голосов со всей нашей необъятной России. Это дань уважения к трудовому подвигу нашего старшего поколения. Признание заслуг всех казанских ветеранов тыла и наших многочисленных предприятий, которые работали во имя победы. Отмечать повышение в звании Казань будет завтра вечером небо столицы озарить салют из 4000 пиротехнических изделий. Увидеть его можно будет с трех точек в акватории у Чаши и понтона у парка аттракционов Крылай. А сегодня лично Владимир Путин поздравляет все города трудовой доблести с присвоением звания в год 75-летия победы. От всей души поздравляю и перечислю эти города. Это жители Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинской и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иваново, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей. Только что тоже о них было сказано. Каких теперь изменений ждать в стране? Узнаем из репортажа Зарина Ахметовой. Из почти трех миллионов избирателей свой ответ в бюллетене оставили 2 миллиона 348 тысяч татарстанцев. Такие данные приводят председательцы к республике. В числе передовиков среди районов Черемшан, Кайбице, Камской Устье, Октаны, Шапастово, ну и конечно же мегаполисы Казань и Набережные Челны. Свою позицию «за» в вынесении изменений выразили 1 миллион 943 тысячи 685 избирателей, что составляет 82,81%. Это предварительные данные, но в Центр сберкоме отметили татарстанцы, проявили активность в голосовании. По словам председателя ЦИКа, процедура воли изъявления прошла открыто и в строгом соответствии с законом. Вы видели, что республика, органы, муниципальные власти, все службы и безопасности, и МВД, и силовые структуры, Минздрав, Роспотребнадзор, все сделали все возможное, чтобы сделать для наших избирателей голосование безопасным, удобным и легитимным. Наибольшая активность избирателей на протяжении всей недели была в первой половине дня. Так как процедура продолжалась 7 дней, очередей удалось избежать. Будет ли такая практика внедряться на предстоящих выборах в сентябре? Это будет обсуждаться, если действительно на экспертном уровне будут высказаны положительные оценки. Я думаю, что и Центральная избирательная комиссия Российской Федерации рассмотрит этот вопрос. Ну, соответственно, и мы уже будем думать, как к этому идти. Общероссийское голосование – это важнейшее политическое событие, говорит председатель Госсовета Татарстана. Фарид Мухамедшин считает, высокой явкой говорит об особом внимании общества к будущему России. Глава республиканского парламента входил в рабочую группу по разработке изменений в Конституции. Тогда на площадках разворачивались жаркие дискуссии, вспоминает он. Но итогом работы стал целый перечень поправок, которые закрепляют ключевые ценности для общества. Безусловно, они направлены в первую очередь на социальную защиту граждан Российской Федерации в разных спектрах. Впервые в Конституцию записали, что заработная плата работающих людей не может быть меньше мрота. В Конституцию записали. Отныне это высший закон. После окончательного подведения итогов президент России издаст указ об обнародовании Конституции с внесенными поправками. Многие нормы вступят в силу сразу. По ряду положений Госдуме нужно будет принять около ста федеральных законов. Большая работа предстоит и региональным парламентариям. Очень важный момент. Вы правильно подняли этот вопрос. В Конституции четко понятно, а как оно будет реализовано в изменениях в законодательство. Не потеряем ли мы ребенка с водой при принятии этих изменений. Все может быть. Мы, безусловно, пристально будем за этим отслеживать. По мнению Фарида Мухаммедшина, поддержка поправок это хорошая точка для роста и развития общества, экономики и социальных гарантий. Зарина Ахметова, Марат Зайдулин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Более 16 тысяч наблюдателей следили за ходом голосования в Татарстане. В их числе представители шести региональных партий, общественных организаций и добровольцы. На свои посты они заступили 25 июня и все семь дней контролировали соблюдение норм избирательного процесса и вопросы обеспечения безопасности на участках, включая придомовые территории. Повышенный интерес к голосованию отметила сегодня председатель общественной палаты Татарстана Зеля Валеева. Последний раз на выборах президент России в республике работали три тысячи наблюдателей. На общероссийском голосовании их число возросло более чем в пять раз. Наблюдение сработало. Доблюдателям были даны такие документы, как золотой стандарт наблюдения, кроме всех предыдущих в качестве учебы. Вот по золотому стандарту у нас на сегодня нет ни одного существенного замечания. В онлайн режиме и все семь дней работал ситуационный центр общественных наблюдателей, который мониторил обстановку. Наблюдатели были очень активны и отправили около 11 тысяч сообщений с избирательных участков. В основном это фото и видеозаписи, рассказал глава регионального отделения Союза юристов России Тимур Кокоха. По его словам, ни одно из них не является грубым нарушением. Во всех случаях юристы уже дали свою оценку. Мы мониторили информационное пространство, были информационные материалы, которые не подтвердились, то есть не нашли своего подтверждения. Мы как юристы рассматриваем любое информационное сообщение с точки зрения состава предполагаемого правонарушения. Это место, время, события, лицо, которое заявляет о предполагаемом каком-либо ограничении. Продолжается выдвижение кандидатов на должность президента республики Татарстан. Напомним, что Рустам Мениханов подал документы на регистрацию в Центр избирком 29 июня. За его выдвижение от партии «Единая Россия» проголосовало большинство депутатов татарстанского регионального отделения партии. Также документы в республиканский ЦИК предоставил глава регионального отделения «Справедливая Россия» Альмир Михеев. А сегодня документы для регистрации подал Олег Коробченко. Его кандидатуру поддержало региональное отделение партии «Роста». Срок выдвижения кандидатов на должность президента республики продлится до 12 июля. Выборы состоятся в единый день голосования 13 сентября. К другим темам. Открыли день поля и раздали миллиард. Сегодня в Татарстане выдали невиданные гранты начинающим фермерам. Вручали их прямо на дне поля, который открылся в Лаишевском районе. Сегодня первый день этого крупного агрособытия. В этом году в район приехали 13 тысяч гостей. Как и на что потратят средства те, кто уже получил гранты, узнал Рамиша Айтулин. Дредний перевод не работает, работает задний перевод. Достижения российского агро как они есть. Веб-камера и роботизированная клетка, вот как сейчас, буренком лечат копыта. На дне поля в Татарстане только передовой опыт, что уже применяется в мире, но далеко не везде в России. Один из уникальных опытов – мера поддержки людей, занимающихся сельским хозяйством. Они получают больше миллиарда рублей по программе «Агросорта». Активность фермеров на участие в грантах была очень высокой. На гранты выделили в сумму 1 миллиард 184 миллиона рублей. Гранты выиграли 162 претенденты. Один из них – фермер Алсу Галимова. Выиграла 6 миллионов. Пустят на покупку коров. Пока 5 у нас. Мы хотим еще 40. На эти же цели средства гранта потратит и Адель Хамитов из Алькеевского района. Молодой агростартапер заявился сразу после института и победил. На покупку нителей, на покупку коров, на 45 голов, моя сумма гранта составляет 5 миллионов рублей. Есть и другие интересные проекты. Например, у Фариды Хайрулиной. Она мечтала выращивать ягоды. Мечту воплотят в жизнь выигранные деньги. 3 миллиона рублей. Я защитила проект по выращиванию черной смородины. Это у нас будет пока для начала 5 гектаров. А в дальнейшем уже под комбайн. День поля этого года проходит под открытым небом. Несмотря на это, никто не отменял социального дистанцирования. Например, рассадка на этих соломенных топчанах через 2 и более метров. День поля – первое крупное событие года, где в одном месте собираются тысячи человек. На это пошли, в том числе, из-за места проведения. Вот она у нас сегодня на открытом воздухе. Все мероприятия, все выставки, все шатры, где круглые столы, там у нас все шатры, они по бокам открыты, постоянно воздух. Сегодня первый день агрофорума. На одном общем поле первые встречи и деловые знакомства. Очень интересно, много новых знакомств для себя, узнала новых интересных людей, интересная продукция представлена. Коронавирус пополнил немножко праздник, но я смотрю, в этом году машин побольше стоит, значит и посетителей побольше будет. Ожидается, что за три дня форум посетят 13 тысяч человек. Гостей из России и из рубежа ждут мастер-классы, круглые столы и презентации новых технологий. Рамин Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Лаишевский район. Три миллиона, полученные по гранту агро-стартапу, уже дали свои плоды. Клубничные. Эльфат Минхаеров, предприниматель из Лаишева, планирует кормить сладкой ягодой весь Татарстан. Причем круглый год. Это особый сорт, который можно долго хранить. Чем еще, кроме клубники, здесь снабжают жители республики, знает Алия Харудинова. Так, вот ради вот такой клубники мы здесь и работаем. Эльфат, а вот тут вот самая крупная, она сколько примерно весит? Ну, где-то 50 грамм одна клубничка. И такие крупные, сочные и сладкие повсюду. Начать выращивать клубнику братья Минхаеровы решают в прошлом году. Тогда все силы направили на укрепление корневой системы ботвы. В этом году первый урожай. Если честно, я ощущаю себя в каком-то клубничном раю. И куда бы я ни посмотрела, под каждым кустиком здесь огромное количество красной спелой клубники. И вот это поле отрабатывает свой первый год. Ровно через два года его оставят, чтобы оно отдохнуло, а клубнику пересадят вон туда, на соседнее поле. Земля рядом с селом Нарманка тоже уже своя. Больше 10 гектаров. Пока клубникой засажено 2,5 из них. Полтора под малину. С одного такого куста собирают по полкило ягод. В целом же рассчитывают на урожай 8 тонн. Те, кто один раз приехал, приезжают, уже заказывают по многу. Всем очень нравится. И хочу отметить, что проверяли на нитраты, то есть содержание нитрат в норме. Так что я считаю, экологически чистые ягоды у нас. Но не только клубникой снабжают. Тут татарстанцев. Сезон каждый день. Здесь работают 8 человек. Весной обработка почвы, культивация, чуть позже срез усиков. Летом сбор ягод. Вот и Алексей Гарманов свои каникулы не отлынивает. Работа на поле начинается в 8 утра. Хорошо, что здесь есть работа в связи с коронавирусом. Люди очень много работы потеряли. А у нас, слава богу, здесь есть работа. Я не хотела сидеть дома. Нашла работу по соседству. Не надо далеко ездить. Работа одно удовольствие. Смотрите, какие ягоды. Это вообще супер. Пока здесь два сорта. Во время налива ягоды их удобряют калийными и азотными удобрениями. Поливают кусты артезианской водой. Наладить систему орошения помогли деньги от агро-стартапа. Тогда Минхаеровы получили без малого 3 миллиона рублей. К осени планируют поставить несколько мини-теплиц. Тогда и ягоды будут поспевать раньше. Переходим к событиям в Казани. Жители комплекса Соловьиной рощи взбунтовались против строительства рядом с их жилыми домами. Они уверены, что участок куплен под рынок. И здесь будет торговая площадка в более чем 200 квадратных метров. Чтобы выяснить, законно ли это, они обратились к застройщику комплекса в управляющую компанию в исполком города. Оказалось, здесь о строительстве ничего не знают и никаких документов не видели. Вместе с ними в опросе разбиралась Юля Муратова. Неделю назад этот забор появился. Так, рядом с жилыми домами нового комплекса Соловьиной рощи совсем недавно вырос забор. Прямо на проезжей части, мешая парковаться машинам и заслоняя виды на зеленую зону. И что там внутри, местные жители строят пока лишь догадки. Полагают, торговая площадка под фрукты и овощи. Объявление о продаже торговых мест на участке почти в 200 квадратов они обнаружили в интернете. Но, говорят жильцы, вскоре реклама была снята со всех сайтов. Это считается проезжая часть дороги. Как можно на проезжей части дороги? Это карман проезжей части дороги строить рынок. Во-первых, это проезжая часть дороги, которая в садик идет. Сколько детей, они все идут на эту площадку. Два водителя, у них мордобойство было. Это было два дня тому назад. Тот говорит, мне нужно проехать срочно. Уже здесь не могут. Да. А этот говорит, я разгружаюсь. Естественно, это отсутствие парковочных мест, это беда любого мегаполиса. И так, и тут нас конкретно ущемляют в этом. Дети, мы против рынка? Да. Вот так вот. Как говорят местные, о таком соседстве их и не предупреждали. Жители искали здесь спокойствие и уюта, а теперь переживают за собственную безопасность. Эта трансформаторная будка обеспечивает электричеством сразу четыре дома. Однако энергетики попасть сюда не могут из-за поставленного забора. Поэтому ничего не остается, как сносить часть с конструкцией. По мнению жителей, этот участок продал новому собственнику застройщик жилого комплекса. Чтобы выяснить, правда ли это, мы с ним связались сами. Строительная компания «Грань» в 2018 году выполнила свои обязательства. Все дома нами построены, введены в эксплуатацию, и мы исполнили все обязательства в полном объеме. К нам тоже поступил запрос от жителей 92-94 года дома. К этому участку мы никакого отношения не имеем, и он нам не принадлежит. Так кто хозяин? Собственника участка нашла управляющая компанией комплекса «Центр МК» через кадастровую карту и запросила документы. Мы запросили документы на собственность земельного участка и на те объекты, которые они собираются там что-то строить. Но по словам представителей исполкома города, собственник участка в организации, выдающий разрешение, пока не обращался. Возможно, увидев наш репортаж, хозяин участка сам внесет ясность в вопрос. Юлия Муратова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Елабужский парадокс. Реальная безработица или хроническое тунеядство? Читайте в интернет-газете «Реальное время». И к другим темам. Сегодня в Татарстане подтверждено 39 новых случаев COVID-19. Два из них завозные, 37 контактные. Пять человек госпитализированы, 34 получают лечение на дому. Больше всего заболевших в Казани 21 человек. И в Челнах здесь 6 новых случаев заражения. Таким образом, на 2 июля в Татарстане зафиксировано 4634 случаи коронавируса. На лечение остаются 1146 человек. Коронавирусы диктуют свои условия. В этом году Сабантуй в Татарстане впервые пройдет онлайн. И его покажет наш канал. Телемарафон так и назвали «Сабантуй на ТНВ». Как сегодня снова сообщили в Казанском Кремле, в связи с пандемией массовые мероприятия в деревнях практически не планируются. Никуда не поедет и президент Рустам Миниханов. За праздником он будет следить в режиме онлайн на ТНВ. Безусловно, Рустам Нургалевич тоже воспользуется возможностью посетить онлайн Сабанту и посмотрит, как он проводится. И виртуально, если можно так сказать, его посетит. Это новости Татарстана. И смотрите далее. Чем волонтеры помогают пенсионерам в Рыбно-Слободском районе, увидел Сергей Хайдаров. Море по колено. Начали привыкать, уже и воду чувствуешь, и грибок лучше. У татарстанских спортсменов в самом разгаре подготовка к первым чемпионатам, что отделяет грибцов от победы. Подробности у Натальи Мезиной. Сегодня Рустаму Миниханову представили нового руководителя Татарской транспортной прокуратуры. Им стал Василий Добротин. Как сообщил исполняющий обязанности приволжского транспортного прокурора Андрей Неговора, Василий Добротин работал в органах прокуратуры с начала 2000-х. Последние 10 лет возглавлял Владимирскую транспортную прокуратуру. Рустам Миниханов поздравил его с назначением и пожелал успеха в работе. И продукты в дом принесли, и по хозяйству помочь успели. В Рыбно-Слободском районе практически возродили Тимуровское движение. Только за последний месяц волонтеры помогли стасемьям и многим одиноким пожилым людям. Они лишь малая часть республиканского движения, помощь рядом, создание которого поддержал Рустам Миниханов. Вот такой дружной бригадой волонтеры из Рыбной Слободы ходят по домам пожилых людей и помогают, чем могут. Здравствуйте, мы вас принесли гостинца. Дорогие гости, спасибо большое. В этом доме живет супружеская пара Дин Мухаметовых. Вместе они уже 65 лет. Это Нуриддин Бабай, участник Великой Отечественной. Волонтеры вручают продукты и берутся за дело. Кто-то моет посуду и протирает полки, а кто пылесосит. Чем больше рук, тем больше успеем, говорят волонтеры. Каждый раз приезжаем, это целыми неделями работаем. Помогаем пылесосим, посуду моем, полы моем. Волонтеры трудятся как пчелы, значит, Сайма-Апа сегодня может отдохнуть. 88-летняя бабушка только рада таким гостям. Продукты покупают, приносят и по дому убираются. И во дворе, в огороде помогают. Так что эти помощники нам очень нужны. Пока девушки заняты домом, хозяин нас уже ведет в огород, показывает фронт работ, нужные грядки прополоть и подпорки под деревья поставить. В итоге в саду работает целый десант волонтеров. Они настоящие опоры для пожилых и маломобильных жителей Рыбной Слободы. Их организация так и называется – опора. Они лишь один винтик большого механизма республиканского волонтерского движения «Помощь рядом», которое было создано в Татарстане и поддержано Рустамом Минихановым. Объездили 29 населенных пунктов нашего района. 7 выездов осуществили в течение месяца романда. Достаточно много таких, действительно, которые нуждаются в помощи. Все правильно делаю, Абе? Правильно делаешь. Дальше проходи, Берсенгина, заваливайтесь. Сегодня к программе «Помощь рядом» присоединилась и наша съемочная группа, потому что в деревне работы мало не бывает. Еще у меня есть вот такой вот учитель. Счастливые и довольные Дин Мухаметовы провожают гостей. Улыбаясь, говорят, заходите почаще. Только за последний месяц волонтеры помогли более чем 100 семьям в районе. И это только начало. Сергей Хайдаров, Вадим Иларионов, ТНВ, Рыбно-Слободский район. Сборная России по грибным видам спорта вернется к первым чемпионатам уже через месяц. Сейчас более 70 юниоров ежедневно тренируются в Казанском центре на Среднем кабане. Как приходят в форму спортсмены после самоизоляции, расскажет Наталья Мезина. Два стола месяца без воды, а потом начали привыкать. Уже и воду чувствуешь, и грибок лучше. Непривычно и тяжеловато. За месяцы тренировок на самоизоляции ребята отвыкли грести против течения. На открытую воду в Средний кабан грибцов допустили всего пару недель назад. Баланс тяжело держать, а так нормально. Как вот на машину сесть, если долго не ездить. То же самое. Непривычно, страшно чуть-чуть, а потом привыкаешь вроде. На раскачку времени мало. У Ильи Монахова остается месяц на подготовку к московской регате. А дальше первенство Европы. Готовиться к соревнованиям в Казанский центр приехали 70 юниоров сборной России. Форму спортсмены поддерживали в домашних условиях. Некоторые им растеряли форму. Тот, кто себя поддерживал, видно, что намного лучше готовы именно стартануть опять с тех же позиций, с базовой. На старт приходят с 6 утра. Команды стараются не пересекаться, а в общественных местах обязательно маски и перчатки. Однако в остальном тренировки в привычном режиме и на земле, и на воде. Дистанцию в 2000 метров спортсмены должны преодолеть за 7-10 минут. Каждый грибок требует усилия в 20 килограмм. Но главное, это даже не хорошая физическая форма, а чувство ритма. Именно оно позволяет спортсменам занимать призовые места. Татарстан стал одним из первых регионов, где сняли ограничения. Вернуться к тренировкам спортсмены смогли уже 16 мая. Очень много заявок из других регионов, как я сказал, и сборной стороны по различным видам спорта. Мы, считывая все меры предостановленности, создавая все необходимые условия, мы их к себе приглашаем. Это обмен опытом, пример для наших юных спортсменов. За первые победы спортсмены поплывут уже в августе, а осенью девушки и юноши будут соревноваться в немецком заливе. Наталья Мизина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте. О погоде поговорим через несколько секунд. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни. Доставка и установка в подарок. Звоните. 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлахе и Ознакаево будет облачно с прояснениями. Не исключены дожди. Столбики термометров приблизятся к 30-ти градусной отметке. В набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге местами пройдут дожди. Температура повысится до плюс 26. Не исключены дожди в Агрызе, Менделеевске и Актаныши. Днем плюс 24-25 градусов. В Арске, Кукмаре и Балтасе возможны осадки. Однако, несмотря на это, станет значительно теплее. В Болгаре, Држаному-Быинске температура станет выше, до плюс 29. Возможен дождь. В Альмейцевске чисто полимомодыша облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь и плюс 27 градусов. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартира в Казани от Акбарс Дом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани. 295-4-7. И на сайте akbarsdefisdom.ru Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарс Дом. Дом там, где мы. Телефон в Казани. 295-77-77. В лечебно-диагностическом центре «Эксперт Плюс» акция. На МРТ ночью скидка 20% до конца июля. Запись по телефону в Казани. 205-59-17. В лечебно-диагностическом центре «Эксперт Плюс» большой выбор медицинских услуг. Врачи, специалисты, УЗИ и анализы. До конца июля акция. Ночью скидка на МРТ 20%. Адрес Чистопольская, 5А. Запись по телефону. 205-59-17. В Казани будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ночью около 16 и тепла. А днем потеплеет до плюс 28. Ветер западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 755 мм ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Магнитное поле Земли спокойное. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. И снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. Продолжение следует.